Объем средств, переведенных со счетов клиентов российских банков, совершенных без их согласия, в прошлом году превысил 15 миллиардов рублей. Это на полтора миллиарда больше, чем в 2022 году. Такие данные публикует Центробанк. Более половины операций пришлось на хищение с использованием методов социальной инженерии, когда человек сам раскрывает злоумышленникам свои банковские данные либо переводит деньги под психологическим воздействием. Чтобы оградить людей от уловок мошенников, государство разработало закон о самозапрете на кредиты. В последнее время очень распространено мошенничество в сфере кредитования. Мы знаем, что очень много звонков, когда людей по телефону, особенно незащищенные какие-то слои, такие как пенсионеры и так далее, когда их разводят на то, что люди берут кредит и деньги присылают мошенникам. К сожалению, бороться с этим как-то суперэффективно не получается, в том числе правоохранительными органами. И это одна из мер, которые государство придумало для того, чтобы попытаться хотя бы защитить граждан от таких мошенников. Самозапрет на кредитование – это ограничение, которое банк накладывает на онлайн-операции по заявлению клиента. Поставить себе запрет на получение кредитов может любой человек на портале госуслуг. Человек сможет выбрать запрет на кредиты в банках, в микрофинансовых организациях или и в тех, и в других учреждениях. Соответственно, под этот запрет нельзя поставить ипотечные кредиты, кредиты на покупку автомобиля и кредиты на образование. После установки такого запрета человек сможет его снять не ранее, чем через два дня. Ну, перспективы подобного регулирования, они пока не очень понятны, потому что, ну, действие всегда рождает противодействие, да, и мошенники наверняка найдут какие-то схемы, по которым они смогут убеждать людей каким-то образом этот запрет снимать, но, по крайней мере, вот этот путь, скорее всего, станет дольше. По словам эксперта, мера может помочь престарелым гражданам, которые чаще всего становятся жертвами мошенников. Законопроект принят депутатами, одобрен в Совете Федерации и подписан президентом. Однако вступит в силу действие закона только через год. С марта следующего года можно будет подавать заявление о самозапрете кредитований на госуслугах, а с сентября 2025 в МФЦ. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События.